На конференции в Уджене обсудили интернет будущего. Китай сохранил лидерство по размеру сети 5G. Пекин возглавил рейтинг ведущих наукоградов мира. В китайской столице открылась выставка предметов русского застолья. Безопасное цифровое будущее, искусственный интеллект во благо человека и сообщество единой судьбы в киберпространстве. Эти и другие темы обсудили на всемирной конференции по управлению интернетом, которая завершилась в Уджене. На мероприятии ежегодно собираются мировые технологические лидеры, отраслевые эксперты, изобретатели и разработчики. Чтобы добиться успеха, мы все должны работать сообща и опираться на общее видение. Только так можно создать этичный искусственный интеллект, который будет служить всему миру. Здесь мы обращаемся к китайскому опыту, потому что эта страна уже сейчас решает часть проблем, с которыми мы начинаем сталкиваться. Несколько компаний и экспертов на конференции получили премии за выдающийся вклад в развитие интернета. Мы верим, что можно построить единый мир без цифрового неравенства, что можно создать новые возможности подключения и повысить всеобщую осведомленность в области коммуникаций. Программируемые сети 5G позволяют достичь этих целей. Двигаясь вперед к сетям следующего поколения, мы надеемся повсеместно обеспечить доступный интернет. От глобального развития до управления технологиями. За три дня в Уджене обсудили больше двух десятков тем. Новаторы и эксперты уделили особое внимание тому, как цифровая эпоха влияет на взаимопроникновение и обмены разных культур. Распространение видео и 3D-съемки открыло перед нами колоссальные возможности. Запуская прямые трансляции и создавая контент, я формирую сплоченное сообщество людей. Это ускоряет обучение боевым искусствам. Перевод, создание субтитров, монтаж видео, обработка изображений. Теперь для выполнения всех этих операций можно использовать искусственный интеллект. Он сильно упрощает многие процессы. По мнению участников конференции, инновации строят мосты между цивилизациями. Технологии не заменяют живое человеческое общение и творчество, а развивают связи между разными уголками земного шара. Проникновение сетей 5G в Китае превысило 60%. Такие данные вошли в недавний отчет о развитии интернета в Поднебесной. Китайская академия исследований киберпространства представила документ на Всемирной конференции по управлению интернетом. Его данные показали, что по распространению связи пятого поколения Китай сохраняет мировое лидерство. По оценкам аналитиков, к середине этого года на территории КНР установили почти 4 миллиона базовых станций 5G. Инфраструктуру пятого поколения использовали для связи более чем в 70 отраслях. Особенно быстро эти технологии освоили в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, электроэнергетике и здравоохранении. Китай укрепил свои позиции в мировой науке. Согласно авторитетному рейтингу Nature Index, Пекин вновь занял первое место среди городов мира, где активно проводят научные исследования. Рейтинг учитывает количество публикаций в ведущих журналах по естественным наукам и здравоохранению. За китайской столицей следует Шанхай, а затем Нью-Йорк. Всего в списке 20 крупнейших наукоградов мира. Из них 9 находятся в Китае. Столицы провинции, ранее малоизвестные на Западе, теперь конкурируют с именитыми научными центрами в Европе и Северной Америке. По мнению экспертов, этому способствовала политика властей, которые стремятся расширить применение инноваций. Многие из этих мегаполисов специализируются на производстве электромобилей, солнечной энергетики и других перспективных секторах. А их цели развития совпадают с национальными экономическими стратегиями, в том числе с комплексным планом «Сделано в Китае». Русское застолье, традиционная еда, напитки и искусство сервировки. Выставка, куда вошли более 130 экспонатов из коллекции музеев Московского Кремля, открылась в Пекине. В Национальном музее Китая посетителей знакомят с многовековой культурой трапезы нашей страны. В экспозиции представлены кухонная утварь, натюрморты, изделия из серебра и фарфора. Многие экспонаты произвели глубокое впечатление на посетителей. Например, тарелки наследника престола, чаши Великой Книжны, серебряные кувшины для воды и хрустальные бокалы. Не меньше интерес вызвали кубки и чашки в форме лодочки. Также мы были рады увидеть изделие из фарфора, который изначально завезли в Россию из Китая. И в России продолжили развивать технологии его производства. Организаторы надеются, что выставка, которая приурочена к годам культуры России и Китая, послужит новым мостом дружбы для народов двух стран. Она поможет жителям Поднебесной лучше понять российский образ жизни, историческое развитие и социальные нормы. Выставка будет работать до середины марта следующего года.